Если на исповеди сознательно утаил один грех, разрешает ли Господь грехи, в которых покаялся? Сознательно утаил. Фраза. Если на исповеди сознательно утаил. Перед исповедью, в чине последования, там есть, кроме молитв, называется слово «обращение», текст «обращение». Эти слова должен исповедующий священник сказать кающимся. Я их напомню, как там написано. Священник должен повернуться к кающимся лицом и сказать «Се чада», то есть вот с ног доченька, «Христос невидимо стоит, прием ли исповедание твое? Не посрамись, не побойся, но не обвинуй, скажи все, все, в чем согрешил пред ним». Вот и икона его пред нами, как свидетельство, видимое, невидимое присутствие. Я же только свидетель всего лишь навсего. Только свидетель. И в конце «все, что скроешь и помни, это грех вдвойне». А что скрывать-то? Зачем утаивать-то? От кого? От кого утаивать-то? От создателя, что ли? Или он не знает без нас? Давно уже знает. Стыдно должно быть нам грех делать, а не выплевывать дерьмо изо рта. Каяться-то не стыд. Кого стыдятся порою? Ну, священника. Какого? Которому ты не доверяешь, присутствуя вне каясь. Кого доверяешь? Я вот скажу вам, мои золотые, из опыта. Когда приходится быть свидетелем покаяния людей и в тяжелых грехах вне каяться, я вам скажу, что у меня в душе будет. Вот три вещи, всегда три. Первое. Радость за человека. Слава тебе, Господи. Это вырывается, вылазит из ямы. Как хорошо. Так хочется руку подать. Ну, вылез бы. Хорошо же. Ну, хорошо же. Второе. Господи, когда я тут так начну, а? Ну, столько примеров. Сколько можно валяться? Пора подниматься самому. То есть человек своим примером, вот даже мое каменное сердце оживляет. И третье. У меня вот так третий будет еще. Я когда слышу исповедь людей, у меня невеселый был третий. За столько лет священника служения я не услышал исповеди человека, который грешнее, чем я. Я хуже всех. Страшный вывод. Но и в жизни хуже всех. Так вот, человек кается. Например, что-то таит. Кого сняется? Мне не до него. Я хуже всех. Мне не беселье и не осуждение в грехе. Господи, вот так по уши в дерьме сам. Поэтому, мои дорогие, сознательно утаивать греха – это неразумно во всех смыслах слова. Господь так все знает. А если стадимся священника, поступаем вообще уже не по-взрослому. Ну, давайте тогда, если мы в таком духовном не находимся, покаемся в присутствии такой ощущения, которой не постыдимся. Ну, конечно, прийти на операцию и сказать, гнилой орган мне только чуть-чуть уберите, а все остальное гниль оставьте. Какой будет результат? Болезнь будет продолжаться дальше, гнить дальше будем. Так и на исповеди. Исповедь – это духовная операция. Всю гниль вырезать, всю дрянь сорвать с себя, очиститься полностью. Зачем идти в баню? Что, вымыть правую сторону, левую оставить грязной? Чего людей смешать-то? Нет, в баню ходим для одной цели – вымыться полностью. Продолжение следует...